Всем добрейшего времени суток, пока качается анимешка, она будет качаться в вечность, поэтому я сыграю в игру рандомнайз с такой сборкой. Блин, ребят, классное аниме, классная сборка, всё классное, вечер классный. Короче, сборка реально очень жёсткая, потому как она контрит прям большинство. В общем, она контрит достаточно много сборок, только те, что контрит какой-нибудь синь-янь, например, при помощи кубары-цереда. И, в принципе, сборка является достаточно мощной, чтобы реально сносить очень много кого. Главное, чтобы в первом этом самом моменте у меня был здесь куб молнии, и иначе я сольюсь. То есть, уже изначально есть кое-какие минимальные условия для прохождения, скажем так. Если здесь у меня не будет молнии, первый босс мне всё понизит, а вот, собственно, и молния. Всё, можно расслабон ловить, и сейчас мы это делаем чуть-чуть под лучшим. Всё, теперь, в принципе, попроще. Конечно, да, начало не самое топовое, которое могло быть. Братишка мне давит, у меня урона абсолютно никакого нету. Поэтому надеемся всё-таки на удачку какую-нибудь, и начало пошло хорошо. Сейчас улучшим себе немножко данный куб, и немножко ускор, потому что поток сейчас, как мы видим, достаточно неслабо работает. Ну и, конечно же, улучшим молнию, так как это один из самых важных кубов. Тут, конечно, скажу так, количество точек очень много чего значит, но я сейчас не хочу рисковать. Пренебрегая просто-напросто возможностью потерять данную точку одну, даже здесь, поэтому надо, конечно, здесь просто сейчас улучшаться, как мы можем. Потому что в теории я могу его уже даже победить. Но это в теории, на практике. Это под большим вопросом. Ну, давай. Да блин! Всё плохо. Ну что, бьём? Давай, давай, давай. Ух, как я люблю эту сборочку всё-таки. Люблю даже одного куба здесь хватает. Это очень сильно напоминает такой момент, как... Я мог победить сейчас! Я мог сейчас победить! Надо было куба победить, я мог победить! Блин, как я влажался! Вы даже не представляете. Ой, блин. Блинский, блин. Один, два, три, четыре, пять, один лишний. Блин, надо что-то придумать. Ммм, чё мне делать, чё мне делать? Ааа, елы-палы. Ну, партина достаточно немного имеет уже. Давайте немножко улучшим поток. Короче, если сейчас... У него ничего не появится, то, в принципе, можно попробовать даже его загасить. Правда, вопрос использовать всё или нет. Ещё больше поток улучшить. Давайте появится мини-боссик и тогда выпустим. Блин. Ну, надеюсь, в общем, надеюсь. Плюс, потому что сейчас у него огромные шансы провалиться. Всё. Ее! Скажу сразу, что с этой сборкой я победил, вот, пять раз подряд. Я, честно говоря, не ожидал, что такая сборка является мощной. Я, когда против нее сыграл, я проиграл. И я проиграл, посчитал, что я проиграл из-за глупости. Но нет. Сборка, на самом деле, реально очень жесткая. Сейчас я покажу кое-что. Где-где-где? Я победил даже какого-то интересного противника. Сейчас, один, два, три. Вот, смотрите, прицел плюс аккумулятор. Я считал, что его трудно победить. Оказалось проще, чем я думал. Просто-напросто у меня выпало... Короче, у меня все было, поле забито этими самыми потоками. Начиная от второго уровня и там заканчивая даже пятым было. Я их просто улучшил до максимума. Потом выпал слайм. И у меня было всего лишь две... Два вторых телепорта. И один куб молнии был. То есть представьте, насколько жесткое там было ускорение. И противник решил введить или высосать энергию. А у меня телепорты были фулл настаканы. А он уже включил высасывание энергии. И я перед самым вот этим стартом выпустил мобов. И начал высасывать мобов. Потом понял, что они справятся. Там дичайшая скорость была. Он не смог это рассчитать, потому что я очень долго окопил СП. Вплоть до третьей волны. И на третьей волне применил как раз таки этот самый скилл. Вернее, не скилл, а я применил улучшение. То есть я начал улучшать поток. И поэтому он не мог ожидать, что он настолько жесткий будет. То есть он видел, как будто мы ускорение есть. Но не критично. А потом как он увидел этот дичайший поток. То там да, конечно. Это однозначно было страшно. Даже для меня будет. Вот. Поэтому говорю как есть. Сборка, я думал ерунда. Но на самом деле уроном здесь считается вот этот куб. Я все время смотрю на свою сборку и думаю, блин, а где урон? Я не понимаю, чем я буду атаковать. И забываю, что молния это и есть урон. То есть телепорты против вот этих мобов. Телепорт против мини-боссов. И это очень важно. Потому что мини-боссов, вот допустим, когда вы используете какой-нибудь тайфун плюс черепок. Там реально у вас все время проблема с этими мини-боссами. Но здесь проблем нет. В этом все главная фишка. То есть сюда, на самом деле, даже в теории вместо телепорта можно вставить... Ну, телепорт и поток можно спокойно вставлять какой-нибудь этот поток. Вернее, черепок и тайфун. То есть, в принципе, тоже неплохо будет. Да, подкопим лучше спешек. Но сейчас, знаете, что думаю? Сделать вот так. Причинаю... Аааа, он успел. Я надеялся. Короче, я облажался, ребят, немножко сейчас. Можно было и убить его. Но уже здесь, к сожалению, будет все. Да, все-все-все. Плюс он еще активировал телепортик. Короче, смотрите. Проблема здесь будет заключаться в том, что он будет качать один куб. И из-за этого я, ну, реально буду иметь некоторые проблемы. Фух. Смог. Хотя, слушайте, мне кажется, проблем у меня сейчас не будет, если я вкачаю то, что нужно. Блин, а у меня не хватит, скорее всего, даже возможности забрать мобов. Потому что вы сами видите, что происходит. Ааа, жесть. Я не смогу. Я не вижу вариантов. Ммм, единственный аварик, это думаю, убрать данный телепорт. Вернее, данную молнию. И все. Четверка, двойка. С двойкой хорошо. Так, ну что. Все, и вернули на место. Чуть-чуть позабирали. Блин, на четверке все равно не будет у меня. На двойке почти забиты. Надеемся на тройку, потом пророться в четверку. Блин, это очень сложное объединение будет. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Проверить потом уже будет на тройку. Блин, это сложно. Это очень-очень сложно. Фу, 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 фу. Я волнуюсь. Я реально понимаю, что сейчас единственный шанс победить будет. А дальше это уже будет все под вопросом. Серьезно? У меня весь мой план сработал. И четверка появилась, и тройка. Вы что, рофлите? Ой, слушайте, это все идеально было. Это победа. Чел, телефон разбил. Нормально, нормально, нормально. Изи просто. Ой. Я обожаю эту сборку. Просто обожаю. Самое главное так, это то, на что бы вам не заменили кубы. Если молния будет рядом с боссом, она будет реально выносить его. Так же скажу, что очень много чего в этой сборке будет зависеть от крита вашего. Потому что чем больше крит, тем, конечно же, больше вы наносите урон. Плюс от самого апдейта молнии также очень много зависит. Чего, посмотрите. Класс ап плюс 60 урона от молнии. Это очень мощно, потому что там это с каким-то коэффициентом на одну точку идет. И он там очень сильно увеличивается за каждую точку. Но при апдейте этому самому, смотрите, на пауэрап он увеличивает лишь радиус и уменьшает потребление электрической энергии. И в этом вся проблема. Понимаете, что урон увеличивается только при класс апе. Получается, класс ап плюс крит равно офигенная возможность. Плюс, смотрите, здесь у нас идет плюс 7%. Вот в данном сезоне. Сезон называется как? Сезон на какой след сейчас? Сжигание. Ну, сжигание лично мне неинтересно. Вот, но в принципе, как бы, я думаю, вы сами понимаете, в чем главная фишка здесь. Вот. Что плюс доп шанс крита. И то, что если у вас там крит где-то, ну, хотя бы 1500, то вы реально можете продержаться очень долго. Вплоть до 6, наверное, волны. Вот. Может даже дальше. Я не знаю, я просто не пробовал. Я благодаря телепорту и потоку очень быстро выношу противников. Вот. Поэтому я до высокой волны не дохожу. Но я думаю, что не должен доходить, потому что данная сборка рассчитана на другое. На быстрый вынос. И еще одно. Смотрите, здесь, когда... Вот, допустим, вы играете, к примеру, против какого-нибудь иньяня, да? Если вдруг вы играете на третьей волне, он там как-то собрался, да? И видишь, что следующий босс какой-нибудь там достаточно хороший. А у вас там вроде бы кости слабенькие, да? Но у вас там фуллностаканные телепорты. Ребят. Если вдруг есть возможность, просто берете и... Сейчас, секундочку. Тогда просто берете и объединяйте телепорты. Если вы видите, что у него имеется какая-то минимальнейшая просадка. Вот. Потому что это очень важно. Потому что вы можете просто таким образом вынести. Если вы видите, что он уже там проседает, проседает, проседает... Просто берете, максимально, скажем так, активируйтесь. Активизируйтесь, да? Вот. И выносите. Потому что шансов всегда будет очень мало. Особенно, когда вы против индиане. Вот сейчас видим, что он собрался. Я его уже, допустим, не задавлю при помощи потока. Можно даже поток объединить. Ну, вырастет что-нибудь другое, более полезное, уже будет, как бы, в пользу больше. То, что здесь поток, это очень плохо. Ну... Выбор у меня здесь немного. Так. Окей. Один, два, три, четыре. Получается, один лишний, да? Ну что, надеемся на то, что он не сильно так далеко пройдет. Ой, слушай, блин, молния. Я обожаю все-таки молнию. Блин, не могу. Ну что, ребят, сейчас есть шанс, кстати говоря, загасить противника. Что самое здесь важное будет сделать? Это убрать сейчас вот эти кубы, самые мелкие. И как можно больше теперь забирать мобов. То есть, в первую очередь, качаем, конечно, телепорт до четвертого. Но пока я на третьем оставлю, потому что мне, я вижу, хватает. Очень много все-таки количества точек у меня на телепортах, поэтому мне этого должно хватить. Второй момент. Качаем поток. Поток, он будет максимально позволять вам ускориться. Смотрите, почему я хочу на этой волне его победить. Смотрите. Один, два, три, четыре, пять. У него целых пять кубов, которые имеют, ну, грубо говоря, линии, да, которые имеют всего лишь одну точку опоры. На одной даже получается у них один, один, два. На одной из линий целых две точки, которые имеют одну точку опоры. Вот. Поэтому я, конечно, хочу здесь максимально, максимально, максимально его поддавить. Поэтому, да, сейчас не обращаю даже внимания на урон со своего одного куба, который довольно-таки далеко. Но моя задача ускорить максимально. Все. Теперь я могу, конечно же, уже немножко заняться либо подготовкой к покупке новых кубов, либо улучшить, конечно же, себе второй куб. Но и то, и другое стоит одинаково. Денег, как мы видим, нет. Поэтому просто активируем все, что у нас есть. Бац, сломала. Собственно, о чем была и речь, да, что у него целых две, два, было две позиции с одной точкой опоры. Поэтому очень, ой, раз, два, три, четыре, четыре позиции с одной точкой опоры. Поэтому данный босс, в принципе, был очень полезен. Поскольку у него было забито все поле, то на один куб он ломает больше. Кто понимает, как данный босс ломает кубы, то, ну, я думаю, объяснять мне тогда не нужно. Ну что ж, вот второй такой бой вышел. То есть, вы сами видите, насколько все просто. То есть, блин, это, это, это жесть. Так что, да, пока что я довольна абсолютно. Кстати говоря, данная сборка не боится хакера. То есть, если против вас какой-нибудь нуба, какая-нибудь нуба сборочка на одиннадцатом классе по типу хакер плюс тайфун плюс... Что-то, короче, такое по типу тайфун плюс прицел. То есть, что-то просто на нанесение урона, на проделение игры до четвертой-пятой волны с надеждой на взлом. Тогда, конечно, вы выигрываете очень легко. Есть, конечно, проблема, что вы не сможете законтрить какой-нибудь фул... Этот самый фулл-убийцу, да, это контрит вас, потому что вы будете очень часто объединяться. И если вам просто уничтожат молнии... Ну, у вас вообще нет урона, можно сказать. Против телепорта вам будут очень сильно мешать, поэтому вы... Ой, против убийцы, я имел в виду это. Против убийцы вы будете очень сильно, скажем так, страдать, потому что он будет заставлять вас объединяться, объединяться, объединяться. И по итогу вы просто-напросто будете терять точки, кубы, и... Ну, а для нас самое главное, это, конечно же, количество точек потока, количество одинаковых точек телепорта, и... Хороший кубик с желательно... Вообще, в идеале, хотя бы пятью-шестью точками. Вообще, супер-мега-идеал, это, конечно, семь точек в самом начале. То есть, тогда у вас там будет под 140 тысяч урона с крита, если вы играете, скажем так, как и я, с 1300 крита, где-то так. То есть, там будет реально где-то 140, 130... 130 тысяч крита, 140... Вот, ну, по крайней мере, просто с 1280 процентов крита у меня был крит... 114 тысяч. Мелочи, я не помню. Давайте последнюю битву сыграем, и я думаю, на этом все. Я думаю, суть понятна. То есть, поток нужен как раз для того, чтобы, когда босс что-то ломает, противник не успевал никак реагировать и паниковал. Вот, если вдруг на начальном этапе индия не успевает собираться, то ждете мини-босса и пускаете просто-напросто толпу мобов. Вот, таким образом тоже он не факт, что он успеет. Ну, на самом деле, все с опытом будет, реально, все с опытом. И очень важно, скажем так, следить, конечно, за полем противника. Это, знаете, это как играть с этим. С... Не убийцей, как называется. С Роял Кубом, который... Ой-ой-ой-ой-ой, интересно. Ой, блин, мне интересен противник. Во-первых, если он будет мне использовать Роял Куб, это же плюсом будет. Смотрите, у меня, во-первых, будет рост прорастать. Это раз. Другая проблема, в чем он мне может помешать. Ну, смотрите, он, короче, не сможет здесь долго держаться. В любом случае. Другая проблема в том, что я долго держаться не смогу, учитывая, что у меня Кубы не в тех местах. Появились и толку от них нет. Лучше их объединить. Ой, блин. Ну что, появился первый Куб, который более-менее полезен будет. Но все, на этом мы пока закончили. Ой-ой-ой-ой, как плохо. Да, конечно, если противник не будет объединять... И объединять свои Роялы, и менять мне... Телепорты, то это будет очень больно. Ну, четверочка будет помогать. Конечно, ну блин, все равно. Не самая приятная дичь. Да-да-да-да-да, конечно-конечно. Что я могу сделать? Поток не будет позволять его молниям нормально атаковать. Плюс надо выяснить, какой у него Крит. 300... Сколько? 150 Крит? Ты что, серьезно, братан? Чел? Офигеть. Чел, получается, получив этот Куб... Опа. Он вернул... А, вы это видели вообще? Вы это видели? Забей, чел. Да забей ты. Ничего мне не сделаешь. Расслабься. Братишка, только усилишь. Меня не против. Нет, ты меня, конечно, усиляй. Ну, потому что тебе хуже будет. Поток у меня... А, я не против этого Кубика. Кто сказал, что я против? Я не против. А-а-а, я не успел. Объединиться я тут не успел. Чтобы получить нужный Куб. Да, блин. Все плохо у нас, кажется. Я пока не имею нужных Кубов. Ну что, Мусы, давайте улучшаться. Надо уже нормальный урон иметь. И поток тоже сейчас будем улучшать. Так. Так, 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 смотрите. Какой здесь вообще вариант? У него уже имеется просадка. Вы сами видите, да? То есть у него... Был слабо прокаченный Куб. И поэтому он, конечно, очень мало молнии сейчас выпускает. Проблема в том, что у меня такая же примерно проблемка. Шестой! Ёлы-палы! Ох, слушайте. Не, мне будет против него трудно. Но мое преимущество заключается в... Этим, в самом... Название забыл. Волнах. Чем дальше волны, тем больше у меня будет поток. Тем больше спешек я получу, а значит больше смогу применить... Этих самых... Короче, у меня просто потом будет больше точек со временем. Есть и вкратце, есть и просто, да? Больше точек, больше урона и больше потока. Это будет крайне важно. То есть я пока даже могу вот эти единички объединить. Блин, не выпало. Вот, собственно, о чем речь. Что поток будет у меня больше-больше. Я его потом буду еще получать. Давайте лучше так. Все. Раз, два, три, четыре. Ждем босса и потом его дебафаем. Ну как дебафаем? Ускоряем. Я сразу говорю, что если я вдруг увижу у него, конечно, первый куб. Тот самый неприятный. То есть мне придется объединяться. Потому что у меня нет столько урона. Что он меня сменил, я не понял. Но мне кажется, что это... А, вижу, вижу, вижу. Дайте поток. Дайте поток. Дайте поток. Дайте поток. Я, кстати, его уже победить могу. Смотрите. Почему? Да потому что у него молнии не справятся. Вот видите, о чем я говорю? Что нужно следить за... За такими моментами. Блин. Блин. Это шок. Ой. Восьмерочка. Восьмерочка. Восьмерочка побед подряд. Слушайте, я еще хочу. Я хочу еще боек. Все, давайте последний бой. Я просто думаю... О, кстати. Нет, слушайте, легендарка вы. Не, ну, ребят. Ну, сундук легендарный. Не, ребят. Я сорян. Я закончу на этом. Все-таки на этой хорошей ноте я хочу закончить. Очень большое количество кубов выпадает. Я буду, сразу говорю, я буду ждать. И что ж, залега нам выпадет. Новенькая, надеюсь. Ииии... Да блин. Я не хочу пистолет. Я им вообще не пользуюсь. Но ради критов почему бы и нет. Но я хочу все равно вот какую-то из новеньких сжигания. Или компостер. Так, ладненько. Давайте улучшаться тогда. Сколько будет стоить, сколько будет ждать. Плюс 4% крита. Ну, почему бы и мне. Давай. Еще больше крита. Да, конечно, крит очень сильно будет решать. В любой сборке. Особенно в такой, который у меня сейчас. Не, ну, есть, конечно, кое-какие сборки, где крит не решает. Но сегодня не о них. Ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, что данная сборка вам приглянулась. Она считается, вроде как, известной всем. Поэтому просто пользуйтесь ей. Я не говорю, что я ее сам создал. Просто я ее уже увидел у кого-то. Пришел повторить. Я думал, что сборка ерундовая. Нет, ребята, сборка слишком уж хорошая. Я просто скажу, как есть. Раньше я использовал в этой сборке, как вы можете запомнить. Вернее, помнить в каких-то из видочеков. Я использовал тайфун. Плюс прицел. И из-за этого у меня все время была жертва либо потока, либо роста. И я, ну, очень сильно был зависим от этого. Но теперь из-за того, что появился вот такой урон. И он по мини-боссам очень сильно фигарит. Вот. А телепорт обычных мобов убивает. Благодаря этому данная сборка считается успешной. Ну что ж, на этом спасибо. А, еще да. В этом сезоне, конечно же, у нас бонус к риту. Поэтому спасибо еще раз. Всем пока. Всем добра.